Пару недель назад я выгрузила видеоролик на тему происхождения танца лезгинка и получила огромное количество подобных обиженных комментариев. Мне просто интересно, вам правда так лень хоть немного изучить историю и проще выставлять свое необоснованное мнение на весь интернет? Ну раз вам лень, тогда историю вам снова расскажу я. Безусловно, в наше время танец лезгинка является визитной карточкой всего Кавказа. Но почему пошла тенденция присваивания этого танца другими народами? Если разбираться детально, то популярность этот танец обрел около 90 лет назад. Благодаря Тбилисскому ансамблю, который выступал на Всемирном фестивале народного танца в 1935 году. После их выступления местные газеты в вечерней Тбилиси писали, чопорные и сдержанные англичане хлопали в ладоши от восторга. Лишь поэтому многие ошибочно считают, что танец является грузинским народным. Но грузины имеют свои народные танцы, которые отличаются от лезгинской лезгинки движениями и музыкальным сопровождением. В лезгинском фольклоре и сказаниях, которые передаются из уст в уста до нашего поколения, существует огромное количество фактов о происхождении танца лезгинка. Но это всего лишь сказания из уст в уста, и на них ссылаться мы не будем. Если мы будем ссылаться на официальные факты, то их тоже огромное количество. Например, обратимся в русскую политическую литературную газету «Северная пчела». В одной из статей этой газеты мы можем найти статью 1839 года, которая описывает танец лезгин. Замечательнее всего была пляска одного лезгина с двумя кинжалами. Он держал один кинжал в правой руке, другой в левой. Вытянув обе руки, острее одного кинжала прижал к груди, острее другого точно так же к спине. Вертелся, кружился и напоследок, став на колени, ложился на землю так, что рукоять кинжала упиралась твердо в землю, острее в грудь. Также вот еще одна статья, написанная тоже за несколько десятков лет до того, как танец стал всемирно популярным, 1849 года. Последним свидетельством внимания Алия Арбека к своим гостям была устроена в малом виде лезгинка. Я видел не разу этот танец, и кроме воинственного характера, придаваемого ему вооруженными черкесами, других красот в нем не нахожу. У грузин лезгинка приняла более изящный характер. Вот, например, еще один факт. Это картина известного русского писателя Василия Верещагина, которую написал после посещения Южного Дагестана, когда следил за обычаями и традициями лезгин. Картина называется «Лезгинка». Также мы можем найти описание танца лезгинка, указывающие на его происхождение в сочинении Роберта фон Эркерта, который написал свое сочинение в 1887 году. Популярным и распространенным является национальный танец лезгин, названный в честь лезгин, который распространен на Кавказе и обычно сопровождается барабаном и бубном, или своего рода кларнетом, или просто аккордеоном, и исполняет его два человека, обычно женщина и мужчина, со всеми наблюдателями, сопровождающими очень простую музыку, в такт хлопками в ладоши. Одним из ранних фактов происхождения танца лезгинка может являться фотография, сделанная в 1900 году, буквально за 35 лет до того, как танец стал всемирно известным. Но если вам вдруг недостаточно этих официальных фактов, то мы также можем заглянуть в старинные словари и энциклопедии. Энциклопедия Британика, первое издание которой вышло в 1768 году. Лезгинка – народный танец, зародившийся у лезгин Кавказа. Это мужской сольный танец, часто с мечом, а также парный танец. Мужчина, подражая орлу, падает на колени, вскакивает и танцует четкими шагами, сильными, резкими движениями рук и тела. Когда танец исполняется парами, пары не соприкасаются. Искренне надеюсь, что всех этих фактов будет достаточно для того, чтобы другие народы перестали присваивать лезгинскую лезгинку себе и популяризировали свои народные танцы. Также мне, от лица всего лезгинского народа, очень хочется поставить жирную точку в этом вопросе, и чтобы в конце концов этот энергичный и яркий танец обрел свой дом. Всем спасибо. Символом кавказского региона. Примечательно, что само понятие «орел» в лезгинском языке переводится как «лег». Именно так называлось одно из древних албанских племен, наследниками которого являются современные лезгины. Первоначально племена легов проживали на западном берегу реки Самур. В последующие столетия они перемещаются далее на юг к Шахдагу, а по мнению Страбона, именно гаргарский язык и язык древних легов лягут в основу языка Кавказской Албании. Так или иначе, образ «лега», что переводится с лезгинского как «орел», станет неотъемлемой частью культуры, искусства, фольклора практически всех кавказских народов, что как нельзя лучше раскрывается в великолепном танце, именуемом «лезгинка». «Лезгинка» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok